Мы очень обрадовались, когда выборы Народного Собрания прошли у нас в Гагузии, и центральные власти впервые не вмешались в наши выборы. Фактически выборы шли на всех населенных пунктах, кто кого выберет, кто сами депутаты. Но выборы закончились, и в дальнейшем, к сожалению, мы должны признать, что ничего не изменилось. Центральная власть все-таки вмешалась в наши выборы уже председателя, руководства Народного Собрания. Но в дальнейшем группа, которая захватила власть, которая сегодня, я смотрю, так жестко отвечает депутатам, ставит их на своем месте, фактически отказывается даже выборы проводить. Потому что как будто мы не живем в стране, а где-то в джунглях. Выборы даже не будем проводить, потому что ситуация, конфигурация сил может измениться в Народном Собрании. Сегодня ситуация в Народном Собрании, так получается, с 17 на 16, фактически, можно сказать, что прогрессивно Народное Собрание не работает. Лучше было бы, конечно, чтобы это Народное Собрание ушло в отставку, для того, чтобы пришли новые свежие силы, которые где-то было бы действительно большинство, чтобы так продолжаться, то, что делаться невозможно. И хотел бы, чтобы вы знали, что некоторые депутаты под влиянием центральных властей, и они принимают свои решения под влиянием. Если вы хотите, чтобы гагузы понимали вас и поддерживали, вы четко должны понимать, что с этих позиций. Повторяю, первое, не вмешиваться в гагузские вопросы, выборы, руководители и все остальное, чтобы начиналось, как это начиналось. Я думаю, что это была при вашей команде, чтобы не вмешиваться, но в дальнейшем все это пошло по-другому. И второе, учитывать, что Гагузия русскоговорящий регион с большим акцентом, который ведет на Россию. Продолжение следует...